Ну что ж, друзья, скоро мы узнаем все оценки и будем знать все про Commander 2019 со с точки зрения казуалов. Всем привет, с вами снова Борис Кренко и Кирилл Кот. И мы переходим к четвертой и последней кололе этого выпуска. Это Мерселес Рейдж, безжалостная угроза. Ну а также с точки зрения проверенных старых игроков. И вот мы пробрались сквозь бушующий занавес казуальности к четвертому прикону. В данный момент мы будем рассматривать Рогдос. Это безжалостная ярость. Колода осталась последняя, но это не весь контент по ЕДХ. Впереди у нас еще и распаковки этих колод и много всего интересного. Пишите свои пожелания в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, участвуйте в конкурсе репостов. Между прочим, друзья, вы можете выиграть одну из этих колод бесплатно. Ну что ж, я умолкаю и посмотрим, что у нас в последней колоде. Колода, завязанная полностью на механике Madness, безумие. Заглядывая вперед, дека вышла слаженной. Начнем, собственно, с командиров. И главная девушка в этой колоде это Анжа Фалкенрад. Собственно, это полноправный владельец механики Madness. Командир, на мой взгляд, шикарный. Стоит она всего три маны. У нее есть ускорение, что позволяет сражеру активировать ее способность и получать карта Advantage. Я считаю, что это один из лучших командиров, показанных нам в этом наборе. В плане в девятнадцатом году. Собственно, у нее из преимуществ очень дешевый кост. Буквально вся механика Madness, напомним, завязана на сбрасывании карточек и разыгрывании их за альтернативный кост при сбрасывании. Обычно альтернативный кост гораздо ниже основного. И этот командир абсолютно полностью его поддерживает. У нее низкий КМК-3, хоста, встроенный движок антапывания и цикла фильтрации карт. И напомню, что когда вы за ее обилку сбрасываете карту, скорее всего, это карта с механикой Madness. Вы ее тут же можете разыграть при наличии маны. Плюс к этому вы дровываете новую карточку, а командир у вас антапывается обратно. Также здесь есть два альтернативных командира. Один из них это Чейнер. И он тоже вполне подходит под тематику этой колоды. Позволяет вам сбрасывать карты. Также дает всем вашим существам с Madness приятный баф. Возможность раздавать хасту тем кричам, которые мы кастуем с Madness, или которых возвращаем с Гребьярда. Это, на удивление, второй неплохой командир в этой колоде, который также очень плотно работает с ее основной механикой. Третий командир. Гребен, Predator Captain. Он на самом деле слегка отходит от тематики этой колоды, но что не делает его плохим? У него все еще есть интересная способность, за которую Кузуалы могут его полюбить. В отличие от предыдущего Прекона, здесь мы можем обратить внимание на командиров. Это Гребен, Анжи и Цепник, Адепт Кошмаров. Название великолепное, поэтому это уже лучше, чем предыдущий Прекон. Анжи мне нравится тем, что она умеет дискардить, получать социал вэлью. В общем, довольно приятная, но никак не компетитив. Хотя с ней пытались сделать какие-то накуры, но этот Прекон нам интересен немного другим. Давайте перейдем к легендарным существам, которые появились в этой колоде. Точнее, к одному легендарному существу. Это Керик, сын Ягмота. И боже, какие же бурления он вызвал среди не только казуальных игроков. Карта абсолютно поломанная, на первый и на второй взгляд тоже. И я просто не могу не сказать, что это еще один персонаж из саги Бурзи. Мы получили кучу новых карт из саги Бурзи. Это очень круто, очень радостно видеть, что возвращаются старые персонажи в виде новых карт. Превращать всю черную ману в ферексийскую, платить жизнями за спелы. Да камон, кому нужна жизнь в командире? И не стоит забывать, что у него даже есть лайфлинг. То есть, все, что он у вас отнял, он может вернуть. Давайте перейдем к другим новым картам. Например, Арчфинтон Спайт. Довольно казуальная карта, я бы сказал. Большой злой демонюга за много маны. Но при этом его можно сбросить с руки, разыграть всего за 5. И он может устроить подлянную, ничего не ожидающим оппонентам. Маленький казуальный плюсик ему поставим и пойдем дальше. Также довольно интересной картой в этой колоде оказался Зомби Боун Мизер. Вейснот наоборот. Если вы знаете такую чару, как Вейснот. В отличие от Вейснот, она стоит 5 маны. Но, возможно, она заиграет у казуалов в колодах. Потому что она дает очень неплохие эффекты. Следующая карточка Nightmare Unmaking. В раз с экзайлом всего стола, всех кричей. Я бы сказал, что нормально работать он будет только в этой колоде, где мы активно будем сбрасывать карточки из руки. Вне этой колоды я бы не стал играть этой картой. NG Revenger. Маленькое колесико на ножках позволяет вам каждый ход обновлять буквально вашу руку. Задает просто бешеный темп игре, я считаю. Я бы не сказал, что она может быть полезна вне этой дейт, но конкретно для этого прикона она создает бешеный адвантаж. Когда вы уже сбросили, собственно, всю руку, позволяет дровать по 3 лишних карточек. Skyfire Phoenix, очередной феникс, придуманный в Визардаме, но на этот раз очень интересный механик, так сказать, возрождения. Он выходит в стол за каждый раз, когда выходит в стол ваш командир. Такого и раньше не было, но я бы не сказал, что это может где-то пригодиться. Просто по факту неубиваемая кричка в этой колоде. Лишнее топливо данной колоды, которая умеет... Да, его можно без болезни разбрасывать с руки, что не является плохим. Wildfire Devils это... Рандомные черти. Рандомные черти, которые как могут подпортить игру вашему оппоненту, так и вам в колено выстрелить. Довольно странная карточка. Ion Engine. Карточка, добавляющая абсолютно новый эффект в магию, позволяет вам менять порядок хода, то есть вы ходили по часовой стрелке, ходите против часовой стрелки теперь. И мы уже придумали, как ее сломать, но мы вам не расскажем. Вы вполне можете найти способ позвать своего братюня на какой-нибудь клуб, где вы раньше не были, сесть за столом и полностью отрезать двух оппонентов от игры. Они не будут ходить, а вы спокойно будете плачать карточки. Просто передаете своему братюне по обратной себе ходы и... Довольно подлая штука, если ее так раскурить. Но карта довольно необычная, правда. Sanctum of Eternity. Очень странная рарка. Sanctum of Eternity. Вообще непонятный эффект. Было бы понятно, если бы можно было активировать в любой момент. Но тут ограничения только в свой ход. Новые карты, которые напечатали в этом приконе, немного пересекаются с предыдущими. Это погрязность в отчаянии, это дизенчант в черном цвете. Как я уже говорил, это интересная, возможно, карта потестить в Monoblack. Но так как Monoblack и слово competitive это совершенно разные слова, вряд ли вы это увидите. Можно посмотреть на две интересные, в плане скорее казуальном, но и веселые карты. Это костяной скупец, если бы он стоил мало маны. Ох, этот вейснот на ножках мне бы очень нравился. Тем более, это вейснот на тебя. Великолепная карта, можно было бы как-то ее крутить. А двигатели воунов это просто весело, смешно. Норин, наверное, радуется где-то в душе. Но она ничего не делает. И также это абсолютно казуальная карта. Но довольно интересная механика, новая. И единственная карта, которая достойна нашего с вами внимания. Это Крик, сын Евгмота. Крик, сын Евгмота сейчас пользуется огромной популярностью во всех сообществах, как и казуального командера, так и competitive командера. Потому что его пытаются сломать. Это сделать будет очень сложно, потому что он будет требовать кучу жизней. Это уже можно посмотреть пайлы вместе с Doomsday, как он выигрывает. Это все, конечно, классно, круто. Но это все, это голдфиши, либо это крича, которую нам не хочется видеть. Мы ее не можем иметь в колоде, в моноблэках, потому что нам хочется в моноблэках играть Адназиум. А в других колодах, ну, интересно, наверное, но не более. С другой стороны, сейчас, прочитав Ораклы, мы видим, что им можно оплачивать вымогательство. Не представляю, как это можно сломать. И вряд ли кто-то пока что это представляет. Но человек, он не человек, наверное. Сын Евгмота вряд ли он человек. Но его ломают, пытаются ломать. И выглядит он безумно интересным. На уровне, наверное, с гоблином, который плодит клады. Мы будем смотреть в дальнейшем на его судьбу. И уже сможем сделать какое-то заключение позже. Плэнсвокером этой колоды стал Абниксилис. На мой взгляд, это довольно странный выбор. Потому что, сейчас будет не шутка, здесь стоило перепечатать Тибальда. Самого бесполезного Плэнсвокера тут можно было бы напечатать. Он бы здесь что-то делал. Но... Кстати говоря, да, за плюсик Тибальд позволяет сбрасывать карточку, дровать карточку. Возможно, это одна из немногих колод, которая его бы полюбила. Выбор Визардов полна Абниксилиса. Не могу сказать, что это плохой Плэнсвокер. Я сам им играл в казуальных колодах. Карта хорошая. Гет, лорд оф дэввал. Очень, очень неожиданно видеть эту карту, репринутой в приконе командира. Причем, в приконе командира, куда она вообще не подходит по механике. Карта, правда, хорошая. Спасибо Визардам. Многие игроки, которые впервые увидят эту карту, возможно, здесь. Я считаю, полюбят ее. Также в этой колоде, ну, намечатали Магус оф дэвилл. Колесо лишним никогда не будет. Еще одно колесико, и помним, что в нашей колоде, чем больше карточек мы сбрасываем, тем больше мы триггерим нашу основную способность. А Скви, Скви, еще один прекрасный гоблин, которого можно возвращать в апкип Гривьярда в руку. В принципе, спасибо за гоблина. Солин симулякром. Отличная карта. В принципе, казуалы любят эту карточку за ее эффекты. Она вам ищет земельничку, дровывает карточку. Многие казуалы, да, любят ее за универсальность. Ее можно, из-за того, что это артефакт бесцветный, кладут ее вообще в любые деки. Дает вылью там и там. Переходя к более-менее нормальным репринтам в этой колоде, хочется сказать сразу про Chaos Warp. Вполне хороший ремовал в красном цвете. В любой перманент, коих в красном цвете, ну, не то что мало, их, скорее всего, даже нет. И не считая Chaos Warp. Хотелось бы еще сказать про Call to the Netherworld. Очень хорошая карточка с Madness за ноль. Абсолютно шикарный репринт. Также есть некоторая карточка, которая называется Grimoire of the Dead. Мы долго спорили, хорошая она или нет. Grimoire, в принципе, взаимодействует с механикой данной колоды, позволяет вам сбрасывать карточку за одну ману, тем самым триггеря наши Madness косты. Сбрасывая таким образом кричей, мы рано или поздно быстро наполним наш грейвьярд. Потом, благодаря тому же гримуару, можем вернуть всех существ себе обратно в стол. Почему бы и нет. Warstorm Surge. Классная карточка, которая играет в колодах с либо большим количеством выходящих существ, либо с жирными существами. Достаточно интересный репринт. The Eldest Reborn. Удивительно увидеть саги переизданные. В принципе, на этом, мне кажется, из хороших карт все. Да, очень сложно что-либо говорить, как и в предыдущей колоде. Механика одна, она понятна. Если в Primal Genesis были сплошные пепилейты, и нечего было особенно сказать про ту или иную карточку, здесь тоже механика, мне кажется, в колоде достаточно хорошо раскрыта. Хороший основной командир, который очень четко, очень мощно взаимодействует с механикой Madness. Достаточно хороший подбор карт. Есть ремувалы, дестрой, есть хорошее количество продрова. Недорогие, благодаря Madness, косты. Давайте перейдем к оценке. И напоминаю, что мы оцениваем колоду по шкале из кузуалов. Собственно, мы уже частично дали оценку колоды. Я думаю, деку можно оценить на 6 кузуалов из 10. Колода неплохая. Мне кажется, она будет играть. Да, я сам хотел и купить на самом деле. Мы увидели некоторое количество карточек в данных приконах, которые, скорее всего, заиграют не только в самих приконах, но и в кузуальных, и в компетите в колодах и ДХ. Среди них можно выгоделить Керик, Гоблина. Друзья, спасибо, что посмотрели все 4 видео. С вами был Борис Кренко. И Кирилл Кот. Мы администраторы Компотного Донышка. Подписывайтесь на нашу группу. Приходите играть казуально. И всем хороших плеев. Увидимся на вечере приконов. Мы забыли самое главное. Что? Покупайте нынешние приконы, и вы найдете там свой вин кондишен. Начнем мы, естественно, с репринтов. Начнем мы с Скви. Это замечательный гоблин во все футчейн деки. Естественно, с красным. Но в отличие от старых футчейн дек, которые были синие-зеленые. Сейчас в основном все деки пятицветные футчейновские. Ну и Прош, в котором также есть красный. Поэтому это хороший репринт. Возможно, он ничего не стоил, но нам все же приятно. Второе это Хаус Варп. Та карта, которой я не советую вам играть. Но есть колоды наподобие Монореда, в которых можно играть. Потому что она убирает чары. В общем, довольно ситуативная карта, которая может вам насолить больше. Допустим, я положил Амнишенс. Но такие ситуации могут случаться, особенно если вы играете некомпетитив колодами. Наподобие Кренка, ну и любыми Моноредами. Напоминаем, что у нас есть замечательная шкала маратов. Компетитив маратов. Эту колоду мы также оцениваем по ней. Что же я могу сказать? Наверное, это будет около 4-5 маратов из 10. На самом деле, довольно интересный Криксон Евгмота. Также Хаус Варп. Дека для своей идеи интересная и консистентная. Поэтому, почему бы и нет? Где-то 4, я думаю, 4-5 маратов из 10. 4,5 марата из 10. Дети мои, я спустился с небес к вам, чтобы искупить ваши казуальные грехи. И обратить вас на праведный путь компетитив. Надеюсь, вы это оцените по достоинству. И перестанете класть Реликвари Тауэр в ваши колоды. Если вам все понравилось, подписывайтесь, репостите. И, конечно же, оставляйте ваши комментарии, насколько я прекрасен. Друзья, я и также наши эксперты, и также другие члены команды ВитКондишн проделали огромную работу, чтобы успеть в срок до выхода, до 23 августа, обозреть все 4 колоды. Я думаю, это достойно лайка, репоста, подписки. Ну, а чтобы вас немножечко подмазать, друзья, переходите по ссылке в описании. Там у нас действует конкурс репостов, в котором вы можете выиграть одну из колод. Друзья, Commander это хорошо, но хорошо знаете правила перед тем, как начать. Друзья, ищите свой ВинКондишн в Commander, читайте карты обязательно, изучайте новые механики, чтобы вместе с вами нам всем найти свой ВинКондишн.